космос ужасен и одновременно с тем невероятно красив он завораживал человека с древних времен а человек в отместку пытался его покорить откуда на луне взялась статуя где находится самый далекий за пределами земли музей и как искусство попадает в космос космос кажется он тянется бесконечно но когда добираешься до края горилла начинает швырять бомбами специально к 50-летию высадки человека на луну art blanche приготовил видео про космос но сегодня мы не будем обсуждать искусство о космосе сегодня мы поговорим про искусство в космосе поехали поиски у у у а у у у Первый случай, когда произведение искусства было создано на Земле для отправки в небеса, состоялось 14 ноября 1969 года, когда Аполлон-12 был запущен в космос и, возможно, имел при себе керамический чип с так называемым Лунным музеем, на котором было шесть изображений, нарисованных известными художниками. Почему я сказал «возможно»? Ну, потому что этот проект напоминал скорее стрит-арт, то есть он был выполнен не совсем легально. Ну, точнее, совсем нелегально. По слухам, после официального запроса и отказа НАСА, автор проекта Форест Майерс воспользовался разными связями и знакомствами для того, чтобы протащить чип на борт Лунного модуля. Среди этих художников был и Энди Уорхол, сделавший рисунок, который, как предполагается, является его инициалами – A.W. Хотя он также выглядит как ракета. А вы что подумали, он нарисовал мужские гениталии? Да, он нарисовал мужские гениталии. Также среди них были Дэвид Норвус, Джон Чемберлин, Клес Олденбург, сделал свою фирменную подпись в виде Микки Мауса, и Роберт Раушенберг, который сумел поразить всех всего лишь одной нарисованной линией. Далее, искусство действует уже более легальными методами. В августе 1971 года экипажем Аполлона-15 была установлена скульптура «Павший астронавт». Она изображает астронавта в скафандре, лежащего на грунте, а рядом с ней находится табличка, воткнутая в грунт, увековечившая имена восьми астронавтов США и шести космонавтов СССР, к тому времени погибших в ходе исследования космоса. Автор скульптуры – бельгийский художник Пол Ван Хейдонг. Ему было поручено создать мемориал, который будет термостойким, легким, прочным и, самое главное, нейтральным с точки зрения пола или этнической принадлежности. Эта скульптура стала маленьким, но очень значимым напоминанием о потере тех, кто двигает нашу цивилизацию вперед. Автоматические станции «Пионер-10» и «Пионер-11», которые были запущены в 1972 и 1973 годах, несли с собой позолоченные алюминиевые пластины, на которых были координаты Земли и изображения человека, предположительно вдохновленные витрувианским человеком Леонардо да Винчи. Эти изображения также поместили в еще один межзвездный корабль. Самый далекий и труднодоступный музей в истории человечества находится в золотых пластинках «Вояджера», которые были запущены в 1977 году. На данный момент они по праву являются самыми удаленными объектами Земли, созданными человеком. «Вояджер-1» покинул Солнечную систему в 2012 году, а «Вояджер-2» совсем недавно, в 2018. На каждой из пластин были маленькие металлические таблички с указанием времени и места происхождения, а также 12-дюймовые позолоченные медные фонографические записи, содержащие звуки и изображения, выбранные для передачи истории нашего мира инопланетянам. Забавно, но инопланетянами, которые найдут эти послания, могут быть люди только в будущем, когда станут возможны длительные и при этом быстрые путешествия в космосе. Своебразная капсула времени. Подробнее про эти пластинки вы можете посмотреть в ролике «Космос. Ты нас слышишь» на канале Утопия Шоу. Он достаточно подробно рассказывает, показывает и даже дает послушать содержимое межзвездной посылки. Искусство даже помогает в научных исследованиях. В 1986 году в рамках тестирования влияния невесомости на некоторые органические вещества, используемые в арт-материалах, краски, холсты, четыре картины, разработанные художником Элари Курс и психологом Говардом Вишнау, были отправлены на борт корабля «Колумбия». Они были загружены в испытательную капсулу и за шесть суток совершили 98 облетов вокруг Земли. После этого был проведен осмотр картин и, несмотря на экстремальные условия, никаких повреждений не было обнаружено. В 1993 году художник Артур Вудс специально разработал из алюминия маленькую скульптуру весом всего один килограмм под названием «Космический танцор». И это первое трехмерное произведение искусства, специально сконструированное для микрогравитации. Свой так называемый «Танец» скульптура совершила на борту космической станции «Мир». Цель данного проекта – подчеркнуть важность преодоления земной и внеземной среды человеческой цивилизации. А что у нас с Марсом? О, не волнуйтесь, искусство уже и туда добралось. Так, например, в 2003 году специально для беспилотника «Бигль-2» художник Дэмиан Хёрст разукрасил одну из деталей в своем фирменном стиле. И для этого он использовал специальные особые пигменты, которые могут выдержать суровые условия космоса. Однако, спустя время мы потеряли связь с «Бигль-2» и его считали пропавшим без вести вплоть до 2015 года, когда корабль все же смогли обнаружить на поверхности Марса. Но вернемся на Землю. В паблике ВКонтакте Art Blanche как-то уже писали про японского художника Азума Макото, который любит засовывать свои работы куда ни попадя. Странно это звучит. Вот цветы во льду. А вот цветы на дне моря. Даже цветы были на море, а ты все лето просидел в своей комнате. Запуск 50-летнего бонсая белой сосны состоялся в пустыне Невада, и для этого ему понадобился воздушный шар. Ну а цель проекта посмотреть как... Да ладно, разве нужна причина, чтобы наблюдать растения в космосе? Или вот из последнего. Эта новость выводит искусство на новый космический уровень. Илон Маск, техномессия и железный человек современности, отправляет в космос японского коллекционера и 8 художников, потому что... Почему бы и нет? На самом деле, это часть проекта Dear Moon, дорогая Луна, цель которого найти японского миллиардера, который отвалит кучу денег. И в принципе все. Ладно, на самом деле цель проекта отправить к Луне 8, пока не анонсированных деятелей искусства, которые облетят малышку впервые с момента окончания программы Аполлон. Ну а затем создадут произведения искусства, картины, музыку, фильмы, что угодно, на основе пережитого опыта. Ну а компанию им составит тот, кто платит за банкет. Японский миллиардер Юсаку Мэйцзава. Тот самый человек, что купил картину Жанна Мишеля Баския без названия. Потому что название для слабаков. За 110,5 миллионов мертвых американских президентов. Что если бы Баския побывал в космосе и увидел Луну вблизи? Какие потрясающие шедевры он бы создал? От одной мысли об этом у меня захватывает дух. Сказал миллиардер, прикуривая 100-долларовой купюры. Но, наверное, немногие знают, что первым художником, побывавшим в космосе, стал и первый человек, вышедший в открытый космос. Советский космонавт Алексей Леонов. Да-да, именно он в 65-м году во время своего полета зарисовал орбитальный восход Солнца с помощью цветных карандашей фирмы Тактика. Все эти проекты поистине грандиозны и прекрасны. Ведь мы сейчас живем в то самое время, когда все, связанное с космосом, становится искусством. Все те фотографии, те люди, которые работают на Земле и за ее пределами, те фантастические технологии, что создал человеческий разум, все это является искусством. Страны объединяются, дабы покорить бесконечно темную бездну пространства и другие миры. Миры, в которых, вероятно, обитают свои Ворхолы, Моцарты и Пикассо. И лично у меня есть еще одна мечта – дожить до 50-летия высадки человека на Марс. С праздником вас! Это поистине великий день. Всего полвека назад мы ступили на поверхность другого мира. И еще целая эпоха, которая ждет нас впереди. Субтитры создавал DimaTorzok Поэтому присылайте это видео как поздравление своим друзьям. Также подписывайтесь на канал Art Blanche. Тут я говорю об искусстве с позиции обывателя. Разбираю жанры, направления и пытаюсь понять, куда же идет искусство. Подписывайтесь на мой инстаграм, заходите в паблик ВКонтакте, где каждый день новые статьи об искусстве. А также огромное спасибо вот этим замечательным ребятам с Патреона, которые поддерживают данный проект и способствуют выходу новых роликов. Еще я собираю деньги на новую камеру и буду очень благодарен любой поддержке. А у меня на этом все. Спасибо за ваше внимание. Адьос!